Всем привет! Я сегодня буду только хвастаться. Я усядусь хорошенько. Сегодня я буду только хвастаться. Это мое рабочее место. Одно из моих рабочих мест там у меня еще есть, как минимум два. Но я сегодня в честь праздника решила, я обычно в праздники церковные, я не шью, не работаю, не вяжу, если только это, ну там, я не знаю, что должно произойти, чтобы я что-то делала. Я не работаю. Поэтому я сегодня выбралась за все время нашей войны с 13 года, выбралась на маяк. Это у нас оптовый магазин, кто не живет в Донецке. Получила массу удовольствия. Сейчас я буду хвастаться, что я купила. Я выставляла видео, я последнее время заболела шитьем, заболела, в хорошем смысле слова, шить обложки. У меня кусочки мои некуда девать, красивые кусочки у меня красивые, всякие тканюшки, поэтому мне их некуда девать. Это сейчас как раз разбираю все. Первый кулечек это я скупилась на маяке. Я еще раз отступлю. Я хотела, я хотела там поснимать немножко, но получилось так, что я очень легко оделась. Было вроде бы солнечно, я очень легко оделась без рукавку в джинсовую. И в общем, мало того, что я пока доехала, я замерзла. И мне позвонили, мне должны были там кое-что отдать, передать с той стороны, с той нашей стороны. И мне позвонили, оказалось, что человек находится на машине очень-очень рядом. И пришлось вернуться на вход на рынок. В общем, я замерзла еще и забыла я снимать. И когда я уже доскупилась, я решила, ладно, уже ухожу, ничего я снимать не буду. В следующий раз, я теперь уже туда, я люблю туда ездить, я там люблю скупляться, когда сумма такая уже за тысячу, полторы и выше. Там очень удачно скупишься, поэтому я поехала туда. Показываю, что я купила. Я купила, для подарков своим клиентам сделаю на вот такие маленькие блокнотики, обложечки. Этот чуть побольше. Ну и как раз попробую. Вот такие две тетрадочки купила, побольше. Это тоже сделаю обложечки. У меня заказ был. Купила вот такой красивючий альбом для фотографии у моей подруги день рождения. И я сделаю на него красивую обложку именно для ее интерьера. Она очень любит альбом, она любит рамки. У нее красивый интерьер, все продумано, все красиво поставлено, сделано, собрано. И я знаю ее интерьер, ее цветовую гамму. И я сделаю этот альбом, обложку на него именно в ее цветовой гамме. Там бумажные, я сейчас не буду скрывать. Листики там бумажные, это хорошего качества альбом. И туда красиво клеят буду на фотографии. Она очень любит. В общем, сделаю ей обложку. Так, это один контейнер. Да, еще купила такие классные ручки, но это дешевые. Там такие дешевые ручки. Это очень хорошая, это подороже ручка и очень хорошая. И купила огромный клей. Вот как раз я ткани им подклеиваю. Но у нас на рынке, по-моему, он тоже в два раза дороже. Так, это я в другом месте покупала. Сейчас покажу. У меня две швейные машинки. Швейная машинка Бразер НХ-600. Бразер Инновайз 4000 швейно-вышивальная. И у меня 4-х ниточный оверлок. Поэтому иголок приходится очень много. Я купила. Что-то мне не доложили, по-моему. Я брала таких 4. Ну, наверное. Ладно. Если что, поеду еще куплю. Ну, тоже гораздо дешевле, чем в салоне брать. Ну, купила там. И такие вот недорогие. Но это хорошие, я их знаю. Орган это хорошие. Так, это второй контейнер. Вот такой обрезатель нити. Тоже гораздо дешевле, чем покупать в салоне. Купила вот такие два набора ниток. Это с швейной машинкой. Просто вискоза или полиэстер. Полиэстер, наверное. Прошу прощения. Это полиэстер. Ну, на оптовом они даже в розницу гораздо дешевле, чем на рынке. Так, этот кулек тоже убираю. И купила вот такой набор шелка. У меня много шелка в больших бобинах. Не буду вставать сейчас брать. Ну, вышивального. Для вышивальной машинки. Но иногда нужны оттенки. И много набирать тоже. Ну, как бы... У меня их очень много. Правда. У меня их три не обувные коробки. А три большие коробки из-под какой-то техники. Около 130-150 бобин у меня. А, вот есть у меня. Вот такие. Ну, это уже заканчивается. Вот такие. Это Индия Меланж. Есть одноцветные. Но иногда нужны... Вот я хочу поучиться свободноходовой строчкой. Нужны такие маленькие. Там очень доступная цена. Тут получается 10 бобинок. Что-то меньше 50 рублей. Меньше 50 рублей. Поэтому, ну, супер. Купила. А это строчной. У меня есть тоже и немецкие классные. Вот такие. Более большие. Очень тонкие. Ну, когда нужны разные цвета. Это то, что нужно. Потом я зашла еще в один магазин. Ну, там хозяйственная. Увидела. Шила. Мне нужно было шила. И я его увидела. Я вспомнила, что оно мне нужно. Я купила. И это шила с крючком. Ну, это для прошивки обуви. Но мне оно подойдет. Во-первых, у меня кожа есть. Я иногда занимаюсь с кожей. Ну, и потом, когда шьешь, оказывается, вот, мама была швея. Я никогда не обращала внимания. Мама была очень востребованная швея. У меня любовь поэтому к технике. Шью я, я уже говорила в каком-то видео. Я шью на уровне мужские трусы-фартыки женские. Передники. Но я обожаю технику. И у меня очень много техники. Хорошей техники. Поэтому, ну, вот это моя любовь. Но никогда не обратила внимание у нее, чтобы она, когда шила, что-то поправляла иголкой. Ну, может, она иголочкой поправляла. Но шилом она этого не делала. И в ютубе, спасибо ютубу, я увидела, что это можно делать шилом. Я уже попробовала иглой делать. Ну, некоторые там вкладочки. Класс, шилом будет еще лучше. Купила распарыватель. А, распарыватель купила. Вот. Потому что свой, ну, у меня покруче был. Но я его подиспортила. И, ну, отрезать ниточки вот при вышивке или что-то вот мелкое. Им очень удобно. Ну, купила еще такой. Я этим буду порой в крайнем случае. А этот уже приберегу ниточки обрезать. Кончиками он режет. Купила щетку для распушивания. Вот, когда квилтинг, вот эти свободные края, джинс. Мне очень нравится. Я хочу собаке сумку пошить в переноску. У нас есть, но она какая-то неудобная, хоть и покупная. Я хочу пошить сама. То есть, учесть все моменты именно для моей собаки. Что мне нужно. И, возможно, даже сниму. Купила щетку. Так, это показала. Потом еще зашла в один магазин. А, вот там, где я покупала как раз вот щетку и шила, я себе купила вот такие перчатки. Ну, это строительные перчатки. Я так посмотрела, они такого классного качества. И такие тоненькие и облегающие будут. Вот как раз мне для квилтинга подойдут, чтобы не скользило. Попробую. Потому что у нас сейчас, ну, не видела в магазинах вот специализированных, не видела перчаток. Для них, может, не обратила внимания. Подойдите. И, тадам. 40 или 45 рублей, не помню. Купила два. Потому что жаба у меня большая. И она хомяк. Это хомяк. Это не жаба. Разного цвета нитки и разного цвета замки. И 40 или 45 рублей. Это в рознице. В опте гораздо дешевле. Ну, представляете, 6 замков в наборе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать ниток. Метр у меня, правда, есть. Ну, подойдет. Всегда нужно. Лично где-то валяется. Еще и набор иголок. Иголок у меня, правда, честно говоря, тьма. Ну, пусть будут. Они у меня часто ломаются. Вот. Это купила. Это показала. Это показала. Это ценники. И я зашла в специализированный магазин. Я еще вставлю потом. Вначале, наверное, вставлю. Я у них покупала. Это ребята стояли мы рядом. Когда у меня был свой отдел. Мы стояли вместе в одном помещении в аренде. Я у них покупала оверлок. Я покупала у них бразер вот эту. НХ-600. Это я еще, это я еще как бы магазина не было. Я покупала просто для себя. Потом, когда мы уже. У меня был магазин для рукоделия. Когда уже мы стояли рядом. Я купила у них швейно-вышивальную машинку. Я у них не вижу, где мои эти ножницы. Если я у них ножницы хорошие покупала. Они мне всегда делали скидочку. У них, когда покупаешь что-то там. Допустим, если там простенькая швейная машинка. Ну, я не знаю. Может, они не делают скидку. Ну, если когда вот такую дорогую, как я брала. Они мне подарили ножницы. Ну, или они там говорили. Смотрите. Мы вот скидку не делаем. Но мы вам можем подарить ножницы там. Или там что-то. Ну, что-то еще. Я тогда взяла ножницы. Когда я брала оверлок. Тоже что-то мне там именно подарили. Такое. Ну, как бы. Ну, в виде скидки. Ну, что-то очень хорошее. Качественное. Ну, а когда уже мы стояли рядом. И я покупала швейно-вышиваленную свою машинку. Ну, мне сделали, конечно, хороший дисконт. Но я как бы еще. Я всегда хвалила. Если кто. Я как бы. Ну, живу я дальше. Гораздо, чем этот был наш магазин. Ну, те, кто у меня подруги. Тут знакомые. Кто хотел что-то купить такое. Я всегда советовала. Я говорила. Вот идемте. Я вам покажу. Вас никто не заставит покупать. Ну, идемте. Я вам покажу. Вам расскажут, покажут. И там можно и отремонтировать потом. То есть, они гарантинно ремонт делали. Поэтому я. Ну, я нашла их. Я их нашла. Они съехали с того места. Там было на линии огня у нас. И, ну, хотя это достаточно такой центральный был район. Ну, долетали туда снаряды. Был период. И сейчас они стоят в более таком маленьком магазинчике. Ну, как бы. Ну, может быть, товар немного дорогой. Может, что-то под заказ больше делают. Ну, очень так удобненько. Очень классненько. Я рада, что я их нашла. Увидела. Дошла до этого магазина. И, тадам. Я купила себе нож для квилтинга. И я ехала покупать более дешевенький. Там, не знаю, за 300 с чем-то рублей. Я у них видела. В итоге я купила за 600 с чем-то. Не помню. Не то 680. Не то, в общем, 630. Не помню. И сейчас я покажу в секунду. Я купила вот такую огромную линейку. Она с уголком. Она толстенькая. Но она дешевая. Ну, не стала я уже покупать дорогую. Потому что я сегодня потратила кучу денег. Но мне очень хотелось еще и линейку. Поэтому для начала я купила такую мат самовосстанавливающийся для вот этих ножей. У меня есть. Он небольшой. Размер А4. Мне пока достаточно. У них есть и большие, но я, ну, они как бы дорогие. Я не на таком уровне шью свой квилтинг. Поэтому мне пока не нужны. Но у них есть. И он сказал, что 10% скидки мне будет. Как с любимым постоянному клиенту, который я. У них очень много шелка. Это я у них всегда покупала, кстати, шелк. И сейчас у них, ну, такая неплохая цена. 120 рублей. 120. Ну, там разный просто шелк. В больших бобинах. Это нормальная цена. И я посмотрю, что у меня есть. Я, может быть, как раз немного соберу денежек. Поеду, куплю у них шелк еще. Ну, и может, все-таки куплю еще какую-то линейку из более дорогих. Ну, какой-то другой фасон. И вот это я у них купила. Все. На сегодня, по-моему, это все мои покупки. Я очень проголодалась. Очень замерзла. Ну, уже согрелась, пока ходила, замерзла. И пойду сейчас я пообедаю и буду отдыхать. Всем пока. Если вам понравилось сегодняшнее мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду показывать. Хочу игольницу себе пошить. Буду шить в эфире. Вот уже как раз хорошо я приспособилась здесь и снимать. Можно и шить. Немного передвину, чтобы машинку я ставлю вот так. Ну, посмотрю, как я передвину держатель. И можно будет как раз здесь и снимать, и показывать, и хвастаться. И, в общем, вот так вот. А, и еще вот такой вспарыватель я купила. Те, которые шли к машинкам, к швейным, я их уже давно поломала. Ну, купила. И чью-то я хотела еще другой купить, раз там было несколько видов у девочек. Я следующий раз, когда попаду на Маяк, я буду снимать номер контейнера. Потому, что люди, вот рукодельницы иногда, особенно отдаленные районы, там Петровский, Кировский. Им ехать и лазить там просто так, ну, очень далеко и очень тяжело. Вот я буду как раз снимать и говорить. Такой контейнер, такой. И еще хочу, да, вот на прощание как раз сказать. Я в контейнерах. Может быть, кто-то будет как раз смотреть видео из продавцов. Я не знаю. Есть психика разная, да, у людей там, у покупателей. Я захожу, спросила. Я, как бы, я могу себе позволить купить и не только там запланированные вещи. Я могу, о, увидела красиво, не знаю, зачем оно мне надо, но я хочу, я могу это купить. Я зашла, мне посоветовали, когда я в первом, где блокнотики покупала, я альбом для фотографий. Я говорю, ну, подскажите там приблизительно. Она говорит, вот зайдите туда, туда, туда. Она, может быть, не поняла, женщина, что я сказала, для швейной вышивки мне нужны шелка. Остановилось видео записываться. Прошу прощения. Прервалась. Да расскажу. Забита уже, камера пришлось удалять. Так вот, захожу туда, где мне посоветовали, боже, женщина. Так недовольна оказалась, что я ее оторвала, что-то там она листала, что я пришла, как бы, не по адресу, боже. Она мне так высказала, что я... А при чем здесь, ну, в общем... Ну, просто, мне было достаточно, да или нет. Я не стала открывать ей эту тайну, этой барышни, тетке, тетке. Потому как она такую тираду выдала, что... А при чем здесь нитки, к тканям, я, в общем-то, спросила не ткани. Я сказала, мне нужен шелк для машинной вышивки, а у вас, наверное, только для ручной вышивки. И она мне такую, там, целую, короче, историю рассказала. Ну, да ладно. А так, там и бисер был. Я, в общем-то, могла бы посмотреть, что-то бы... Какие-то стабилизаторы могла бы посмотреть для вышивки, для ткани. Ну, в общем-то... Это у меня тут тоже еще работа лежит. Так, видите, у меня цех все как раз, как... Все как положено. И... Ну, я вышла и пошла. А там, где недовольные сидят продавцы или грубые, я там не скупляюсь. А, видите, я... В общем-то, я ехала посмотреть альбом. И я ехала, собственно, за вот этим ножом. Ну, и думаю, поеду через маяк. И, ну, линейку тоже не собиралась. Но я когда захожу, я знаю, что я могу себе позволить купить. И цена меня устраивает. Я себя балую. Я себя радую. Поэтому я в таком настроении приподнятом. Потому что так скупилась удачно. Чудесно, прекрасно. Увидела нитки, где я могу купить. Шелку очень рада. Единственное, что наборы были только в таком цвете. Ну, тут достаточно как бы... Ну, 10... Ну, как достаточно. Не достаточно. У меня вон сколько цветов. 50-60 у меня разных. Я бы рада была разной оттенки. Ну, пока такие. Дай бог, будут еще другие. Просто нужно ездить хотя бы раз в три месяца. Очень много кружев. Огромный выбор. Меня это порадовало. Я люблю кружева куда-нибудь цеплять. Просто пока сегодня это было не нужно. Я не стала покупать. И хорошо, что я не стала покупать больше на маяке. Потому что мне не хватило бы на нож. Я потому как планировала. Я говорила, что там 350-380 видела. Но в итоге решила купить гораздо больший диаметр. Тут и кожу можно резать. И, в общем-то, кожзам. Поэтому довольна. Еще раз всем пока. Всех целую, люблю, обнимаю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду ставить. Может быть, мое рукоделие и вот то, которым я сейчас занимаюсь. Я профессионально вязала. Просто сейчас мне надоело. У меня такой период. Я даже машинку вязальную свою продала. Это уже у меня второй раз такое. Я уже продавала три вязальных машинки. Теперь я опять продала. Ну, потому что надоело. Не хочу, устала. Даже руками сейчас не хочу вязать. Был такой период. Шесть лет я. Ну, бывает такое выгорание у рукодельниц. Поэтому не стоит очень сильно себя загружать. Когда это заказы или на продажу вы делаете. Поэтому... А сейчас меня вдруг пробило на шитье. Никогда у меня не было такого огромного желания шить. Ну, сейчас вот появилась. Техники у меня достаточно. Поэтому я развлекаю. И решила осваивать свободноходовую вышивку. Второй телефон у меня хочет. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь. Еще раз всем пока. Еще раз всех целую и обнимаю. Всех люблю. Пока. Сейчас я пойду куплю себе инструмент для шитья. Я иду в фирменный магазин. О, все, дошла. Открыты они сегодня. Открыты. Мы когда-то стояли рядом с ними отделами. А теперь они здесь стоят. Здрасте. Если щетка подвисла там, не должна быть стояк. Так, я хочу, я хочу. Вот что я хочу. Угу. Потому что щетка там меняется. Я почему-то думала. Подешевле. Вот я хочу. Субтитры создавал DimaTorzok